Седьмой класс, четырнадцатая серия. Привидения подобных слагаемых. Подобные слагаемые отличаются друг от друга только коэффициентами. Они имеют одинаковую буквенную часть. Например, буквенная часть а²b, а²b, а²b. Вот это подобные одночлены. Они отличаются друг от друга только коэффициентами. Привидение подобных слагаемых – это упрощение многочлена, при котором алгебраическая сумма подобных одночленов заменяется одним одночленом. Давайте рассмотрим пример. Первая слагаемая – буквенная часть а²b. Третья слагаемая – тоже буквенная часть а²b. И последняя – тоже буквенная часть а²b. Это слагаемые подобные. Надо выполнить действия с коэффициентами. 2 минус 1 плюс 5 – 6а²b. Так, теперь слагаемые, которые имеют буквенную часть а²b. 1а²b и минус 3а²b. Получится минус 2а²b. Многочлен мы упростили, привели подобные слагаемые. Так, любой многочлен можно записать в стандартном виде. Для этого каждый член многочлена надо записать в стандартном виде, а затем привести подобные слагаемые, если есть подобные слагаемые. Давайте запишем данный многочлен в стандартном виде. Итак, первое слагаемое в стандартном виде – а, b². Точно такую же буквенную часть имеет последняя слагаемая – а, b². Надо выполнить действия с коэффициентами. Здесь коэффициент 1, а здесь коэффициент 7 умножить на минус 1. Получится минус 7. Значит, 1 до минус 7 – это будет минус 6. Итак, минус 6. Буквы в алфавитном порядке, как правило, записываются. А, b². Теперь давайте рассмотрим слагаемые, которые имеют буквенную часть а в кубе b. Вот это слагаемое и это слагаемое. Надо выполнить действия с коэффициентами. Значит, здесь будет 2 умножить на 4 – это будет плюс 8. А здесь будет минус 5. 8 минус 5 – это будет плюс 3. Значит, плюс 3. А в кубе – b. Вот записан многочлен в стандартном виде. В стандартном виде записывается каждый одночлен, а затем приводятся подобные слагаемые. Первая задача – привести многочлен к стандартному виду. Так, ну, давайте подчеркнем зеленым цветом слагаемые, имеющие буквенный множитель а в пятой. А в пятой, а в пятой. Здесь после раскрытия скобок будет минус 5 а в пятой. Так, теперь давайте выполним действия с коэффициентами. 1 плюс 6 и минус 5. Значит, будет 2 а в пятой. 2 а в пятой. Так, теперь давайте приведем подобные слагаемые. Вот рассмотрим те слагаемые, которые имеют буквенный множитель а в четвертой. Значит, минус 3 а в четвертой. После раскрытия скобок здесь будет минус 2 а в четвертой. Значит, это уже минус 5. И еще плюс 8 а в четвертой. 8 до минус 5 – это будет плюс 3. Плюс 3 а в четвертой. Вот многочлен приведен к стандартному виду. Вот это ответ. Вторая задача. Может ли сумма пяти последовательных натуральных чисел быть простым числом? Простое число, которое делится только на единицу и само на себя. Так, давайте за n обозначим наименьшее число. Каждое следующее на один больше. Так, сумма пяти последовательных чисел. Так, давайте упростим это выражение. Раскроем скобки и приведем подобные слагаемые. Получится 5n. Вот если раскрыть скобки и привести подобные слагаемые. Здесь будет 5n плюс… Вот это 5n и плюс 10. Плюс 10. Значение суммы – число, делящееся на 5. В таблице простых чисел только одно число, которое делится на 5. Это простое число 5. Но его нельзя представить в виде суммы пяти последовательных натуральных. Значит, это невозможно. Сумма пяти последовательных натуральных не может быть простым числом. Третья задача. Напишите общую формулу натурального числа, которое как при делении на 8, так и при делении на 10 дает в остатке 3. Число, которое при делении на 8 дает в остатке 3 – вот формула такого числа, где а принимает значения натуральные, если мы рассматриваем натуральные числа, и 0. Потому что наименьшее такое число – это будет число 3, когда а равно 0. Числа, которые при делении на 10 дают в остатке 3, можно представить вот в таком виде. Если мы рассматриваем натуральные числа, значит, b принимает значение натуральное, либо 0. Так, надо написать формулу натурального числа так, чтобы и при делении на 8, и при делении на 10 остаток был бы равен 3. Надо найти наименьшее общее кратное чисел 8 и 10. Как находится наименьшее общее кратное двух чисел? Можно взять то число, которое больше 10, и перебирать его кратные. Это те числа, которые будут делиться на 10. Наименьшее такое число 10, следующее – 20, 30. Но числа 10, 20, 30 на 8 не делятся. Но вот число следующее кратное – 40 на 8 делится. То есть число 40 делится и на 10, и на 8. Это наименьшее общее кратное. Так вот, формула будет выглядеть вот таким образом. Наименьшее общее кратное умножить на n. n принимает натуральное значение, либо 0. Плюс 3. Вот таков ответ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова